Спасибо большое за то, что пришли. Проект «Культурная инициатива» в данном случае совместно с Государственным литературным музеем продолжает свою литературную программу. Сезон для культурной инициативы 14-го, а Государственный литературный музей существует 84 года. И мы очень рады предложить вам книгу Евгения Солоновича «Между нынче и когда-то», которая вышла в издательстве «Время». Мне это особенно приятно представлять Евгения Михайловича, потому что я родился в местах, где используется румынский язык, и нам латынь особенно близка. Я не буду здесь перечислять огромное количество премий Евгения Михайловича, которые получал еще и в советское время, и со стороны Российской Федерации, и со стороны итальянской. Я не буду говорить о том, что это совершенно замечательный, уникальный переводчик. Я лучше скажу о таком своем опыте. Как-то несколько лет назад мы предложили Евгению Михайловичу войти в нашу какую-то такую историю, когда современные поэты читают стихи о войне на 9 мая. Дело происходило в Царицыне, и Евгений Михайлович сюда приехал и действительно читал стихи. Но читал он стихи не как современные поэты, известные какие-то произведения авторов военных лет или послевоенных, а читал он как раз свои стихи тогда в Царицыне. Потом я стал наблюдать и увидел, что его оригинальные стихи выходят в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и так далее, и так далее. И вот, наконец, вышла книга оригинальных стихов, за что, конечно же, огромное благодарность издательству «Время». Оно здесь вот в какой-то части своей присутствует. Чем эта уникальная книга? Тем, что Евгений Михайлович выпустил их в таком, в общем-то, непростом возрасте. Потому что мы знаем, что Арсений Тарковский выписал, по-моему, в 46 лет первую книгу. Были еще какие-то прецеденты. А вот такой дебют, на моей памяти, я не помню такого. И есть такая премия, «Московский счет» называется. Там есть такая номинация, «Малая премия» за дебютную книгу. И ее уже получали такие молодые авторы, может, кто-то их знает, как Дмитрий Кузьмин, которому было за 40. Андрей Виталиевич Василевский, которому было тогда за 50. Я там случайно тоже оказался, у меня было 46, по-моему, да? 45. Поэтому я мечтаю и желаю, чтобы Евгений Михайлович за эту книгу получил именно эту премию «Московский счет». И я, в общем-то, всех нас поздравляю с выходом этой книги. И я хочу сказать Евгению Михайловичу спасибо за его переводы, за его искусство, за его красивую жизнь. И за то, что он нам дает всем надежду. Спасибо. Спасибо, Илья. Юра акцентировал внимание на том, что эта книга дебютная. И тем, кто не читал пока еще маленькое предисловие, которое я к ней написал от автора, я хочу сказать, что там я пишу о том, как меня все время спрашивали и итальянцы, которых я переводил или не переводил, и, значит, наши, мои соотечественники, ну, ты же, наверное, пишешь стихи. И я на эти вопросы отвечал, как мне определенно пожимаю плечами, в общем, не говоря ни «да», ни «нет». Вот, но стихи писались волнами, вот, и в этой книге, значит, первые стихи, я, значит, составляю ее, когда, значит, меня спрашивали, а почему ты книжку свою не изляешь, вот ты в журналах печатаешься. Я в журналах стал печататься лет пять назад. Вот, и то, в общем, так, случайно, вот на вопрос, пишу ли я свои стихи, вопрос, вот, меня тогда задала Ирина Николаевна Барметова, значит, главный редактор «Октября», вот, и я сказал, ну, да, решу, ну, покажите, вот. А до этого я в «Октябре» напечатал подборку переводов Джузеппе Джоакино Белли, и за эту подборку я получил премию в номинации «Не перевод, а поэзия». Вот, и таким образом, естественно, я, значит, обрадованный предложил ей какое-то количество стихотворений, она их напечатала, и это был мой, значит, второй дебют, потому что первый дебют был в далекие советские времена, в дне поэзии два стихотворения были напечатаны. Я даже не помню, какой это был год. Вот, одно из этих стихотворений, нет, они оба, значит, одно в измененном виде, а второе, значит, в том виде, в каком оно было напечатано там, я включил в эту книгу. И когда меня уже, значит, люди, знающие, что я печатаю стихи свои, что я, значит, пишу, вот, стали на меня давить, надо книжку делать, надо книжку делать, ну, я говорю, да, 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 надо, но меня очень пугала перспектива, значит, вот, раскладывания пассианса, потому что делать книжку, значит, в хронологическом порядке мне не хотелось. Вот, и когда уже меня дожали друзья, вот, друзья, значит, интернациональная команда, и российская, итальянская, когда они меня дожали, я, значит, сел и стал, значит, этот пассианс раскладывать, вот, и раскладывать его мне помогло, значит, деление ее на циклы. Вот, с каждым циклом, в общем, было гораздо проще отдельно обращаться, чем, так сказать, вот со всей книгой, которая вот так из, по-моему, пяти циклов и выстроилась. Ну, я, значит, прочту стихотворение сначала, которое объясняет заглавие этой книги. И это слова из одного из стихотворений, не помню, какого года, я сознательно не ставил даты. Если я доживу до второй книжки, то, наверное, я буду стихи датировать. Маршруты сна, не те, что наяву, ведут в необязательные дали. То лунной ночью вдоль дворцов плыву с венецианкой у молодой в гондоле, то в неизвестном аэропорту за чашечкой остывшего макьятов переступаю мысли на черту, границу между нынче и когда-то. И вновь на первый план выходит явь, навязывая вновь свои законы. И как местами их не переставь, они все те же, на зубок знакомы. И путь обратный, подчиняясь им, нащупываю все равно откуда. По памятным зарубкам, перегрим, не в смысле богоморец, не поседа, бродяга, путник, взявший в руки посох, не думая о кайферных вопросах, которые задаст в конце пути вчерашний день. Но как его найти вчерашний день? Вот это стихотворение, значит, слова из которого дали заглавие этой книжки, которую те, кто уже, значит, с ней познакомился, считают очень удачным. Начиная с издателей, которые тоже оценили этот заглавие. Издателям, естественно, низкий поклон. Спасибо также и тем моим друзьям, которые, значит, вот меня дожали. Я, как оригинальный поэт, стал известен раньше, как ни странно, в Италии. Вот, я участвовал в двух международных фестивалях в Италии. И итальянские, значит, друзья, правильнее сказать, подруги женского пола, вот, они все время мне говорили, давай мы переведем твои стихи. Я говорю, да нет, ну как же так? Я буду пользоваться тем, что вот у меня такие замечательные друзья-подруги в Италии, и буду там печатать стихи, не имея, значит, книжки здесь, в России. Тем не менее, значит, какую-то подборку они застряпали в одном поэтическом журнале итальянском, очень, на мой взгляд, удачную, очень хорошо переведенную, где, значит, стихи были, переводы были напечатаны с параллельным текстом оригинала. Вот, и только-только вот сейчас вышел какой-то альманах, я его не видел, еще мне только прислали ксерокопии, альманах, значит, международный, но итальянский, альманах поэтов и поэзии, в которой несколько, значит, поэтов российских, вот, во главе с Сергеем Кондерским, вот, и мне очень приятно, что я с ним, значит, оказался по соседству в этом итальянском альманахе. Там тоже, значит, там 5 или 6 стихотворений на брата, и они, значит, в итальянском переводе и в оригинале. Ну вот, а теперь я немножко, немножко почитаю, значит, из этой книжки своей, дебютной, повторив и подчеркнул, значит, что я молодой поэт, поэтому прошу прощения за то, что, может быть, что-то тут далеко несовершенно. Когда я уже ее сдал, я подумал, что я слишком расщедлился, что там были стихи, которые можно было спокойно оставить в стороне, но она уже была сдана. Вот, какие стихи, я уже даже не помню, но, наверное, они могут тоже прозвучать. Теперь, извините, я сяду. И вот она открылась, вот сейчас вот случайно, на стихотворении, которое, я считаю, одним из своих лучших стихотворений, одним из любимых стихотворений. Оно, значит, связано с переводом, называется оно «Переводя Монтари». Монтари – это великий итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии. Значит, родилось оно таким образом, значит, «Новый мир» затеял какое-то время назад рубрику «Поэты, Нобелевские лауреаты». И, зная меня как переводчика Монтари, спросил мне, не переведу ли я для них стихи, которые раньше не переводил. Вот, я, значит, естественно, согласился, вот, помаялся, понучился, вот, и сделал подборку, очень, на мой взгляд, удачную, простите, что гречневая, кажется, на себя хвалит. И спустя два или три месяца я написал вот это стихотворение, переводя Монтари, которая, значит, появилась потом, спустя, там, я не знаю, год, в «Новом мире», в подборке, значит, с другими стихотворениями. В сноске было указано, что, значит, оно родилось благодаря вот этой подборке стихотворений Монтари, которые были у них напечатаны. Понимая, что вряд ли навряд, все твои разгадаю загадки, вновь и вновь возвращаюсь назад, за спиной оставляя закладки. Принимаю на тайной волне неподатливые шифровки, адресованные и мне. Да-да-да, говорю без рисовки. Где другой прикусил бы губу, бормочу та-та-та, та-та-та, ложный след твое дело беру, или против течения грибу незадачливых злобщик метафор, нарушитель волшебных табу. За тебя против зла ополчаюсь, за тебя объясняюсь в любви, третьим лишним в гондоле качаюсь с Беатричи твоей визавей, продираясь к тебе наугад, твой поверенный, твой переводчик, я вовлю твой вращающий взгляд сквозь туман герметических строчек. Вот такое стихотворение, на котором случайно открылась эта книжечка маленькая. Ну, а теперь я буду читать, значит, стихи из разных циклов, начиная... Да, значит, здесь, кроме вот двух стихотворений, которые были напечатаны вне поэзии, значит, остальные стихи, это, значит, 60-е годы, вот, потом был некоторый перерыв, вот, и потом, значит, был всплеск, опять был какой-то перерыв, но, в общем, последние стихи, здесь еще даже стихи, написанные в этом году. Некоторые, значит, написаны были уже позже, они сюда не попали. Ну, вот первое стихотворение, которое оправдывает заглавие первого цикла с красной строки. Не отдашь себя себе на выручку, Перевожишь на кого вину. Сам себе не поспешишь на выручку, В собственном окажешься плену, Не избавишься вовек от собственных минусов, Тебе лишь одному, Одному тебе на свете свойственны, Лишь тебе и больше никому. Не пошевелишься, Не почешешься, Не сожмешь до боли куваки, Не в чужих, В своих глазах посмешишься, Завтра с красной Не начнешь строки. Ну, вот такое странное стихотворение. Капля камень точит, Камень сдаваться не хочет, Но его никто не спрашивает. И один в поле воин, Этим враг недоволен, Но его никто не спрашивает. Всему есть граница, Рад бы с этим не согласиться, Но меня никто не спрашивает. Не знаю, как на том, А здесь, на этом свете, Для жизни непростому, Удачу ловим все эти худые, Не беда, Успеется, Починим, И станет все тогда, Надеемся, Чин-чином. Вставать не с той ноги, Не выславшись, Не будем, Друзьям простим долги, Терпимей станем К судям, Дел наших, Наших слов, Что письменных, Что устных, Но главное стихов, По большей части грозных. Над нами будет петь Невидимая скрипка, Над нами небо впредь, Намного будет ярче, Пусть только в свой череп Нам золотая рыбка Устава подмигнет, Мог не печалься, старче. Старомодный, Старомодный, Поздно меня, У привычного на поводу, Старнюсь на стыжных новаций, В ногу с временем не попаду. Что ни день, то новая штука, Куча непостижимых затей, Старый бука, Чура из фейсбука И других социальных сетей. Скайп хваленый, Смартфоны, планшеты, Всевозможные нано И прочь, Века нынешнего приметы Мне освоить уже не в ночь. Хорошо это или плохо, Жив без них, И без них проживу. Далеко откущенный век, Современник царя гороха, Да топчу, Если не траву, Да прошлогодний снег. Камень в мой огород, Недолет-перелет, 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 Камень в мой огород, Но кому помешал я с моим огородом? Ну и ну, ну и ну, ну и ну. Всем был другом, Всех жаловал чай, А сегодня на всякий случай Утром сбегал в аптеку За йодом, За зеленкой, За ватой, С бинтом, Валерьянки купил И на том успокоился. Может, зря не завидую тем, Кто умеет писать без помарок, Кто завидуем дожество, Тем получил неоткуда в подарок, Кто не лезет за словом в карман И в словесном любом поединке, Стиснув зубы, Ведет на таран Аргументы свои без запинки, Кто, как будто бы в шутку, Хвалясь, Под конец разговора, Под занавес, Намекнет, Что он с музой Вась-вась Может тут бы вспомнить Про зависть. Вот стихотворение Дмитрий Веденяпин В Риме Жалко, что Димы нет, Но он знает это стихотворение В самом римском районе Рима Поселился на месяц Дима Веденяпин Стипендиат Фонда Бродского Полагаю, что Иосиф заочно рад за собрата Достойный собрат Соответствует Римскому маю Дней 15 Уже подряд По тростеллере Дима бродит То один, То другой Переходит Мост над Тибром И на неделе Раз постов Поклониться Белли Может мраморному Был такой стихотворец Назад два века Меньше чуть Знавший про человека Из народа Больше, чем сам Человека И недаром Полюбился Гоголю Белли С редким даже для римлян Даром Ахальника И святотатца С ним бы Барков тягаться Не мог За него Баркова Совокупление Основого всему А у Белли Люди Говорят Не только Об Улуде Дима в римском Заречье Такие слышат Словечки Которые с нашим Матом В сравнении Бледнеют Куда там Думаю Дима и сам Бы уже мог Вставить их В ямбы В дактиле И в хореи Подобный Словарь Скорее Чем за три дня На месте Димы Усвоит Каждый Рим Посетил Однажды Без слов Известных Признаться Нелегко Восторгаться Римом Иному Приезжему Он Из России Ежели Диме Путеводитель Не нужен Он Римский Житель Про него Со смехом Без смеха Не скажут Мол Понаехали Тут Мол Чужое Племя Я тоже В Риме На время Пора Домой Возвращаться И значит Пора Прощаться С Римом И с Димой С Димой До встречи В Москве Родимой А с Римом В Риме Следующий Цифр За Три-девять Ночей Это Все Простые Вещи Но Чего Казалось Проще Мастихин И кисти Взяв На картоне На холстеле Написать Как вы хотели Солнце Красный Батискал Но Чего Казалось Легче Руки Положить На плечи Правде Посмотреть В глаза Но Чего Казалось Проще Среди Ночи Среди Нощи Отпустить Все тормоза Чтобы Ключ Из двери Вынуть В темноту Его закинуть В темноту Из темноты Его свет Уже Погашен Его Черт Уже Не Страшен Вы Ушли Осталась Ты Югом Самолетиком Цикадою Ночь Была Звездою Светлячком Свет Гошел И на подушку Падал На подушку Падал Нечком Ночь Была Внезапною Строкой Не такой Когда вокруг До окола А такой Как бы сказать Такой Что сама От удивления Цокова Полуночницей Была Бессонницей Тихоньем На краешке Стола Самой Благодарной Поклонницей Колыбельной Банники Была Ночь Прибоем Сотрясала Дом Ночь Была То правдою То кривдою Ночь Была Судом Была Судом Бродом Между Сцилой И Харимдою Ночь Была Колеблющейся Чашею На весах И словно Леденец Таяла Дорога Кратчайшего Между Полюсами Двух Сердец Погребы Ходили За грибами За стихами В общую тетрадь И аукаться Не забывали Долго ли Друг друга Потерять В этой перекличке Дань привычки Дань картинки В давнем букваре Дружные опята И лисички Утренние листья В серебре Весело Аукава Круга Предлагая Свой ориентир Чтобы людям Не терять Друг друга И не забывать Что тесен Мир Полюбилось Прошедшее время Глагол И открылась В словах Как бы Новая грань Жили-были Пронзить Среди ночи Укол Жили-были Согреет Рассветную рань Оглянулся Назад Где последняя Веха Испытательный Срок Он велик Или мал Научилось Меня Передразнивать Эхо Говорю Обнимал А оно Отнимал Отливаются Розы Банальной Рифмой Не таких Из таких На которые Маленький Спрос Эхо Было Когда-то Красавицы Нимфы По свидетельству Автора Метаморфоз Мы кричим И не слышим Себя Горожане Забываем Про эхо Набив Корода И ему Задолжали Мы себе Задолжали Кто Теперь Зарифмует Дорогу Туда Где Прощальные Руки На плечи Ложились И Разгладиться Было Не просто Челую Голова Не кружилась Деревья Кружились Все Казалось Понятным Слова Ни к чему Кнопка Звездного Звонка Телефонный Диск Луны Опускается Рука Не нарушив Тишины Беспрепятственно Течет Тишина Над головой Продолжается Отсчет Против Стрелки Часовой И За Тридевять Земель Там За Тридевять Ночей То ли Тихая Копель То ли Слезы Без Очей Дождь Дождь Стрелки Яблоки Яблоки Поэта Пора Пора Просыпаться Поэт В небе Не то Чтобы Тучки Не облака Нет Чисто Кисть Колонковая Вызор Бросает Перу Каждый Напишет Своё Что поэт Что художник Я же К тоске По тебе Привожу Подорожник И на компьютере И на Твоё Напер Опавший Лист Вернуть Календарю Пока он До земли Не долетел Пока он Не пожух Не пожелтел Невинную Наивную Попытку Повторю Опавший Лист За кругом Чертит Круг То прянет Вверх То снова Вниз Нырнёт Был рядом Только что И снова Нет Из поля Зренья Пропадает Друг Где Где он Взятый Ветром В оборот Где Где И чем Закончится Полёт Казалось бы Известный Наперёд Напрашивался Сам с собой Ответ Жизнь Всё поставит На свои места Чтобы начаться С чистого Веста Теперь я Вернусь Немножко Назад И прочту Стихотворение Посвященное То что Появившимся В поиск Моего зрения Виктору Новыми стихами Поделиться С другом Стихотворцем Не втерпёшь Похвалиться Моу Жива Гребница Говорю себе Чего Моу Ждёшь Позвони Моу Не звоню Моу Медлю Моу Попозже Позвоню Потом Пусть Не завтра Пусть Через Неделю Но потом Известно Суп Скотом Суп Не суп Другие В это время Другу Стихотворцу Позвонят В похвалу Заведомую Веря Чувствуя Себя Не пот А на Старомодным Полагая Вредным Для поэзии Как таковой Расходиться С коллективным Трендом Примирившим Петербург С Москвой Это значит Посвящено Другу Стихотворцу Порядик Не просить же судьбу Время вспять поверни Хоть подобная мысль И мелькала Подмосковного лета Последние дни Солнце меньше Чем в четверть накала Даже в поле А что говорить о ночах Мерзнешь под одеялом Пуховым Утром смотришь Цветнику Соседки зачах Бывший желтым Лиловым Пунцовым Накануне еще Но зато Удивит Гридников Не оставив На кладе Лес А также Порадует Вид Леса В демисезонном Наряде Я давно Не гривник Утром В лес Не спешу Емкой Вооружившись Корзиной Так что Лучше Про осень Стихи Напишу Понимаю Что имени Всем угожу И заранее Скептиков Милых Прошу Не засыплеть на меня Сукаризм Волга Обмелела Скоро Скоро вступе Будет нечего Толочь Доллар Дорожает С евро Вкупе На носу Рождественская Ночь Грешная Душа Стихов Грешная И в аптеку И в аптеках Концент 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 В общем 2008 2009 2010 Годы Начали В февраль Достать Зло Победить До таких Вещей Которых Календарь Все вкривь И вкось Все мимо Все не в масть Что должен был Слышать Не услышал В десятку Целил Не сумел Попасть Не там Вошел Не там Где надо Вышел Прошляпил Встречу С нужными Людьми Мог выжать Пользу Для себя Не выжил Все вклиф И вкось Не разбери Пойми Собрался Было Умереть Но выжил Крипиграф Из Собакли Смонтаря В переводе Авторат Над зыбким Поплавком Воспоминаний Я живу Монтаря Чужие Не запомнились Дорогам Где ты Прошла Одна Или Со мной Где Помолчать Успели Мы О многом На все Почти Что темы До одной Где Было Все И Сляка И Пороша Пощепочел Было Не отнять Где Неподъемная Порою Ноша Казалось Легкой Першку Подстать Где Далеки От мысли О причале Последним Ты Да я Домой С тобой Обречены Молчать Наперебой А столько Мы всегда Не домолчали И не вернулся Шарик Голубой Ну Я Наверное Уже Вас Зачитал Никак Нет 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 Тогда Еще Несколько Стихотворений И Может Кто-нибудь Хочет С критическими Замечаниями Выставить Покритиковать Молодого Поэта Евгений Павлович А вы заказы Из зала Принимаете Принимаю Я Уже видел Эту книгу В PDF Благодаря Бребезности Твиттера Твою Виде Которого Я Однажды Назвал Своим Бывшим Учеником Он Меня Поправил Сказал Что Бывших Учеников Он Был Как Шпила Был Снец Сказал Вот Про Клаудио Как Про Немца Памяти Клаус Клаус Да Потому что Как-то Слов Звучит Мне Интересно Клаус Значит Я Несколько Слов Про него Скажу Сначала Клаус Это Был Значит Муж Близкой Очень Давней Приятельницы Переводчицы На Итальянской Сергея Гондлевского Кстати Получившись За этот Перевод Премию Рид Раша Читаю Россию Вот Значит Он Познакомились Они В России Он ГДРовский Немец Бывший ГДРовский Немец Русист Познакомились На каком-то Совещании Переводчиков Так что Перевод Сводит Не только Значит Авторов С переводчиками Ну и переводчиков С переводчиками Вот И Значит Завязался Роман Клаудия Значит Пользуясь Тем Что Она Была В аспирантуре В Римском Университете Значит Попросила Стипендию Для Поездки В Берлин Для изучения Русского Берлина Как вы знаете Там Значит Были русские Издательства После революции И была Большая Художественная Эмиграция Литературная Эмиграция В Берлине Ну и там Значит Роман Продолжился Потом Значит Они Стали Мужем И женой Клаус Со временем Переехал В Рим И Полагаю Что До этого Не очень-то Жаловавший Нашего Брата Россиянина Значит Нежно Нас Возлюбил Сравнив С итальянцами Вот Оценив Нас Как Собутыльников Вот И Значит Дальше О Клаусе Значит Что-то такое Добавит Вот это Стихотворение Памяти Клауса Посвященное Клаудии Значит Его жене Франческе И Катерине Значит Их Двух Дочкам С Клаусом Мы говорили По-итальянски Он С немецким Акцентом Я С никаким Почти То на серьезные Темы То просто Точили Лясы Спрашивали Друг друга А почему бы Нам не зайти В бар Квитторио Выпить По кружке Пиво Клаус Любил С пеной В отличие От меня Мне вспоминалось Требуете После Отстоя Далиева Память Не прохудилась Советские Штампы Храня Попрощавшись Чао Витторио Мы шли На Вем Альпига Есть Приготовленный Клаусом Знаменитый Его гуляш В доме На Вем Альпиге Голодом Не морили Гостя И не жалели Спиртного Пили Бывало Аж Слишком Зато В подпитии Как мы С Клаусом Пели На пыльных Тропинках Останутся Например Наши следы Мы столько Советских Песен Успели Вдвоем Перепеть Клаус Был родом Из ГДР Франческа Екатерина Клауса С Клаудией Дочки В четыре Слышали Ухо Как мы Дружно Поем Незабываем И Денечки Без Клауса Хуже Поются Пелось Лучше Вдвоем Вот Дождями Чаек Кино И они Про Это Рассказали Чтобы От зари И до зари Забоводский Лопался От смеха Чтобы Дружно Ржались Ченари И Геройски Материлась Эхо Осень Это из последнего цикла Вот стихи Цикл называется В этом непредсказуемом мире Осенний мрак В краю родных осин Средь бего дня Нет-нет И клонит В дрему Не верится Что где-то По-другому Что на Сицилии Цветет Жасмин Что лето Где-то Все еще В ударе И лежаки На пляжах На расхват Для тех Кто помешался На загаре И рад Подставить Солнцу Все подряд Тем паче Что оно Не в дефиците Не то Что здесь Где все На свой Аршин Где след Суровой Путеводной Нити В окрестностях Зияющих Вершин Теряется Постскриптум Для кого-то Никто Для кого-то Поэт Для кого-то Переводчик Родился Тогда-то И там-то А точнее В татарском Крыму Дальнем Крым Богу, что краткий. Похвалы получал, расточал, подвергался похолам, посылал на три буквы для чуткой цензуры в болото. Наши мельницы сравнивал с мельницами Дон Кихота, мысленно представляя Идальго к рекорду Гиннеса. Похвалиться не мог исключительной твердостью воли. Труса праздновал, но не кричал, что не дрогну под дулом пистолета, нога на винтовке, что в сытую морду палача харкну кровью, бессильный от боли. До восьмидесяти дотянуть, если честно, не думал. Дальше кто его знает? А впрочем, а впрочем, дальше проще всего обойтись в ноготочье. Возможно, к молодому поэту будут какие-то вопросы, пожелания и мельницы. Да, а поскольку я себя позиционирую, значит, в последнее время, значит, еще цитируя Паниковского, что я, значит, старый больной человек, никто меня не нужен. И при этом молодой поэт. Так что можно и про сказки обойтись в ноготочке. Можно, конечно. А вот в просьбе у вас в рикстове что-то, или вы какие-то девочки, или мавары, рассказы, или даже романы в старе? Вы знаете, в юности романов нет, рассказов нет. Рассказы есть устные, не записывавшиеся на диктофоне. И каждый раз, значит, те ко мне, я, значит, за люмкой или за стаканчиком, вот что-то такое, рассказывал про свои, значит, похождения по России, по Италии, по жизни. Вот все говорили, слушают, и тебе надо писать мне младше. Нет, не мой жанр. Устный жанр – да, а письменный нет. Ну ладно, господа, и так уже человек, всю жизнь обретавшись в одном жанре, предстал сегодня в другом. Давайте не будем что-то немедленной третью требовать. Это как перебор. Австер пиши из чё. Хорошо. Если каких-то вопросов не возникает, давайте мы поступим так. Здесь ещё осталось несколько книжек, которые можно приобрести, если кто-то не успел. А далее мы переходим на первый этаж и переходим к неформальному общению. И спасибо, спасибо молодому поэту, начинающему.